80 лет назад наша компания пришла в Арктику. За это время на Кольском полуострове и Таймыре выросли крупнейшие промышленные районы, в которых добывают цветные и драгоценные металлы. Таймыр называют полуостров-сокровищ. И за первозданную красоту природных ландшафтов, и за фантастические богатства его недр. Эти скованные холодом пространства разогревают индустриальные объекты Большого Норильска. Разработчики первого генерального плана воплотили в жизнь дерзкий замысел и построили город, ставший символом промышленного севера. На гербе Норильска – белый медведь, который держит ключ от Арктики. И этот знак был выбран не случайно. Норильчане-старожилы помнят, как по городу свободно расхаживала медведица, спасенная от голодной смерти, легендарным норильским кинооператором Юрием Лединым. Сегодня наша компания финансирует ряд экологических программ. И одна из них направлена на изучение популяции белых медведей. История этих полярных хищников началась около 600 тысяч лет назад. Но сегодня велик риск, что она может закончиться. Белые медведи включены в список видов, находящихся под угрозой полного исчезновения. В начале мая, когда солнце уже стоит высоко, и медведицы с медвежатами начинают выбираться из снежных перлок, научная экспедиция отправляется на север Таймыра. В его ледяных просторах сотрудники биосферного заповедника «Большой Арктический» должны выявить места обитания этих редких животных и установить пути их миграции. Не менее важно выяснить скорость их адаптации к быстрым переменам климата и экологической обстановке в Арктике. Грозного зверя приходится сначала обездвижить. Чтобы получить представление о его здоровье, специалисты берут анализы – кровь, жир, шерсть. Определить маршруты передвижения, места обитания и залегания в родовые берлоги помогут спутниковые радиомаяки. Здесь светодиод, контролирующий включение ошейника. Я его включаю, ты фиксируешь три пика. Такими ошейниками украшают в основном медведиц. Медведи-самцы их легко сбрасывают. Сделать это позволяет им строение шеи. Оно не такое, как у самок. Завершив обследование, медведя пробуждают, и он возвращается к обычной жизни среди льдов. Спутниковый ошейник будет работать около двух лет. В это время извилистый трек будет показывать ученым местонахождение зверя и даст обширный материал для научных исследований. Проведенная экспедиция впервые дала возможность изучить состояние части популяции белого медведя и разработать первые рекомендации по сохранению их численности в российской Арктике. Особенности горно-металлургического производства накладывают свой отпечаток на пространство вокруг крупных индустриальных объектов в Норильске. Суровый север вообще скуп на яркие краски, но здесь доминируют все оттенки промышленного серого. Два года назад горожане созрели для перемен. В посевной участвуют все поколения норильчан. Школьники вскапывают, взрослые сеют, а малыши поливают. И все ждут всхода. И хотя зеленой революции еще не произошло, полученный опыт общего дела настраивает на новые городские проекты. А статус города-газонов обязывает продолжить проекты по созданию более комфортной среды для жизни за полярным кругом. Большой Норильск – столица не только крупнейшего промышленного района, но и центр освоения огромного арктического полуострова. Щедрый, ценный, благодатный – так называют свою землю коренные народы Таймыра. Их здесь пять. Наши соседи сохранили свои языки и оригинальный хозяйственный уклад, создали богатую полярную культуру. Это вызывает большой интерес и желание познакомиться с ними ближе, дружить домами, городом и тундрой. В преддверии полярной ночи из большой тундры съезжаются в Норильск представители родовых общин. Большое кочевье – большой аргиш. Встреча зимы – события светлые и долгожданные. В центре города появляется этностойбище, а главной улицей становится Чумовая. Здесь, в настоящих чумах, жители тундры принимают орильчан как дорогих гостей. Угощают лучшими блюдами северной кухни, увлекают национальными играми и спортивными состязаниями, катают на оленях и собачьих упряжках, знакомятся своим искусством. Четыре часа праздника на морозе. Празднуют все, от мала до велика. Зима – это хорошо. Аргиш – это слово, понятное для всех народов севера. Оно означает кочующий караван из оленей, многокилометровые переходы по заснеженной тундре, движение и образ жизни северного человека. Без единства и взаимопомощи невозможно выжить в Арктике. А у Норильска – большие планы на долгую жизнь.